Уменьшение налогооблагаемой базы, отражение в отчетности неправдоподобной низкой зарплаты работников и отказ от оформления трудовых договоров. В той или иной степени эти нарушения свойственны многим работодателям Чувашии. В результате в казну республики недопоступают налоги на доходы физических лиц и, соответственно, страховые взносы. Налоговые органы постоянно держат на контроле эти вопросы. Сегодня в столице Чувашии состоялась комиссия по легализации налоговой базы. За полгода такая комиссия собирается уже в 200-й раз. На ее заседание приглашают работодателей, имеющих задолженность по уплате НДФЛ и страховых взносов. Результаты не заставляют себя ждать. С начала года более 400 работодателей официально трудоустроили своих работников и повысили им зарплату. Республиканская казна при этом заметно потяжелела. Мы посмотрим, если статистику первого полугодия 2017 года, то мы здесь видим о том, что у нас дополнительно в результате всей этой проведенной работы поступило в консолидированный бюджет Чувашской республики порядка 8 миллионов рублей и почти 10 миллионов страховых взносов. На сегодняшнем заседании больше всего нарушителей обнаружилось в сфере торговли. Этих работодателей налоговая служба взяла под особый контроль, обозначив конкретные сроки погашения задолженностей. Многие из тех, кого пригласили, признавались, что просто незнакомы со всеми нюансами законодательства. Например, многие были уверены, что регистрируя ИП, не нужно оформлять трудовой договор с членами семьи или родственниками. На сегодняшний день задолженность некоторых работодателей исчисляется миллионами. В таких случаях налоговая служба вынуждена подключать правоохранительные органы.